всем привет сегодня на обзоре ноутбук от компании asus линейка продуктов vivo book 15 вдоль и поперек была показана на ютубе но те обзоры которые я видел мне показались слишком критично сегодня распакуем и посмотрим на asus vivo book 15 модели m1502 и с позиции обычного пользователя прикинем на то что зачастую проходит мимо обзоров взглянем на стоковое программное обеспечение в наших руках оказалась следующая конфигурация экран lcd full hd 15 6 процессор ryzen 5 4 600 h распаянный на плате 16 гигабайт оперативной памяти ddr4 радиомодуль от компании mediatek поддерживающий стандарты wi-fi 6 это 802 11ax и bluetooth и 4 порта usb 1 порт 2.0 до мышки в два порта 3 usb 3 и 2 и один порт usb 3.2 си батарея трехкомпонентная 42 ватт часа ну что собственно давайте перейдем все-таки к распаковке посмотрим что у нас здесь комплектации ничего наверно свист естественно тут естественно не будет но все же давайте посмотрим так коробка у нас здесь что-то подразумевалось как я какая-то документации или какой-то бонус но здесь все пусто собственно ноутбук нас следом идет у нас мы берем его подхватываем под выемку здесь у нас снизу не совсем много гарантийный талон частые вопросы описание экрана и способ как его запуск способы запуска то есть quick start мы это все чуть попозже посмотрим программа поддержки my asus и отдельные пример из прошлого это специально как эта бумажка которая рассказывает что весь ноутбук весь такой антибактериальный привет 2020 году так едем дальше что у нас еще в коробке есть у нас здесь лежит помимо очередного грандиного талона у нас лежит здесь зарядный блок зарядный блок у нас с обычной с обычным разъемом характеристики 19 вольт 4 и 7 74 ампера или 90 ватт он под европу сделаны здесь у нас естественно такая вот красиво удобно и липучка здесь кстати тоже то есть две липучки очень удобно это все очень хорошо 90 ватт на зарядка ну мы вернемся чуть попозже посмотрим на сам ноутбук у нас здесь немножечко он синего цвета это такая такой стиль у них оформление последних моделей здесь судя по маркировке 12 м годовая гарантия и у нас уже через заднюю панель видно планка 1 оперативной памяти здесь у нас охлаждение процессор здесь распаян прямо на плате естественно вот эта вся часть у нас идет под плату снизу у нас находится трехкомпонентной батареи с точки зрения петель здесь нет специального подъема клавиатуры за счет экрана и с одной стороны это хорошо с одной стороны это неудобно может показаться но на самом деле это гораздо безопаснее для петель петли у нас вот такого вот формата то есть здесь у нас давайте пройдемся по портам с правой стороны у нас порт для наушников и порт usb 3 и 2 си поддерживающий супер спид дальше два порта usb 3 2 классического форм-фактора hdmi и порт питания на другой стороне у нас расположился порт для мышки два индикатора один индикатор питания индикатор заряда батареи и выход системы охлаждения система охлаждения здесь рассказывается как она супер революционная что в ней есть какая-то сверх интересная жидкокристаллическая крыльчатка хотя честно говоря вот с этой стороны со стороны корпуса но не так сильно заметно еще чего удивило это то что здесь расположен радио модем медиа компании mediatek который расположен под углом mediatek mt 7921 ну и в принципе на этом сухие характеристики заканчиваются давайте посмотрим что он из себя представляет внутри у нас здесь довольно простое оформление все довольно аскетично все функции показаны предварительно есть для тех кто очень сильно опасается за свою конфиденциальность шторка для веб-камеры куда же без нее в современных технологиях это считается маркетинговым ходом по клавиатуре клавиатура у нас заявлено как таковая с подсветками сейчас кстати это и проверим ну что ж включаем давайте посмотрим что у нас здесь есть нажали кнопочку включения вот у нас собственно загорелся питание и сейчас у нас загружается встроенная операционная система которая называется endless ос touchpad здесь довольно удобный не марки здесь нету датчика отпечатка пальцев данной комплектации но в принципе этого достаточно endless ос это стандартная операционная система которая идет в комплекте с продуктами компании asus я еще свое время когда-то возможно даже еще до ютубовской эпохи обозревал asus 3e то есть вот это их asus 3e 1015 и у них была встроенная операционная система которая тоже довольно неплохо себя показала то есть стройка здесь как без винды можно сразу же пользоваться это не зачастую здесь не стоит фридос то есть соответственно мы запустили в первый раз у нас уже есть допустим chrome то есть подключились к интернету и воспользовались этой штукой про эндлес ос я немножечко попозже расскажу подробнее и в принципе мы перейдем к определенным настройкам сразу же мы их покажем ну а пока я его выключу не забыл показать насколько яркая клавиатура есть несколько режимов подсветки все регулируется через кнопочки fn регулировка громкости также происходит через fn здесь довольно неплохой звук не знаю насколько хорошо это покажет видео но честно говоря на при тестах когда я все-таки смог это все ощутить в магазине мне это очень все понравилось яркость у нас здесь тоже регулируется вот предельная яркость в темноте если включить свет то как видим никаких претензий тоже нет аккумулятор с завода разрядился всего лишь на 16 процентов и при этом проработал более трех часов то есть сам по себе и еще у него осталось давайте посмотрим сколько час 49 процентов при определенных режимах работы то есть все конечно все рассчитывается с ими ресурсами здесь можно отключить отдельно кнопкой отдельными кнопками микрофон и камеру хотя камеру в первую очередь можно закрыть защелкой и в принципе по фэн клавишам здесь особенности нет никаких продолжу я обзор вполне нетривиальной задачей а как вот если он сразу же загружается в endless os как зайти в bios нажимаем кнопочку f2 а потом нажимаем кнопочку питания и не отпускаем f2 до того момента пока вы не заскочите в bios может быть сейчас попробуем чуть подольше подержать и вот собственно у нас загрузился bios то есть мы здесь можем выставить во первых все характеристики посмотреть все системные параметры версия bios объем памяти 16 гигабайт как у нас обещалось графика rodeon и у нас здесь на жестком диске размещена endless oas os как приоритетно так на этом в принципе установка дальше вы устанавливаете свой usb драйв в качестве первого и загружаете собственно с него можно также сделать с помощью кнопочки f8 и сразу же выбрать необходимый носитель здесь все выставлены оставляются все пароли есть также advanced mode то есть для уже более подробного тюнинга системы как и все современные bios они довольно простые значительно проще чем старые мегатрандовские и тут остается только нам взять и запустить нужную нам операционную систему то есть здесь также можно отключить uf если вам необходимо хотя честно говоря в последнее время в этом нет никакой острой необходимости нажимаем кнопочку f8 и грузимся endless oas сама же endless oas это ничто иное как классический linux выполнен он на базе gnome очень это просто проверить при помощи во первых можно открыть раздел утилиты и здесь у нас собственно настройках последним пунктом есть описание операционной системы в котором расписано что это сейчас момент это у нас endless oas кстати между прочим я вот что заметил что мне сейчас реально мне не понравилось так как это linux а здесь не поддерживаются многие функции от тачпада то есть нельзя просто несколькими пальцами продвинуть то есть опуститься вниз чтобы у вас работал скром не так не так не так он не работает у нас но версия gnome здесь стоит 338 64-битная система с экранным системы управления рабочим столом x11 на борту как у нас мы видим 4600 с радион график с 12 ядерный процессор с графикой радион здесь стоит графика amd renoir здесь эту систему также можно настроить как и любой другой linux дистрибутив на базе gnome в принципе давайте мы сейчас посмотрим может быть даже здесь из коробки есть поддержка на вот есть у нас украинский давайте попробуем его все-таки установить перезагрузим интерфейс выйдем из пользователя загрузится или не загрузится так да все в порядке украинская мова в наявности ну и соответственно русский язык тоже во всем остальном это операционная система идеально с точки зрения простоты запустился и поехал то есть вам не нужно ничего делать с этим ноутбуком до устанавливать какие-то программные сервисы если вам ноутбук нужен только в первую очередь для браузера ну и в каких-то случаях посмотреть видео ну многим все-таки необходимо перейти на windows потому что есть определенное программное обеспечение которое в ненухах отсутствует ну и в конце концов кое-кому нужно настроить систему качественно и под себя здесь у нас на борту данными endless os есть офисный проект пакет прошу прощения libreoffice дальше в качестве браузера у нас стоит обычный самый chrome давайте попробуем никуда же без динозавра если что мы сейчас все-таки подключимся к интернету послушаем как он звучит потому что я думаю что в ритм бокс здесь скорее всего будет пусто никаких треков естественно здесь не будет и честно говоря мы не вот тот звук который у него довольно понравился также здесь есть об центр то есть сразу же можно из коробки по аналогии с google play или с microsoft store выкачать нужное вам приложение то есть вот например тот же самый telegram здесь можно установить прямо из операционной системы спотифай зум вилси плеер можно поставить то есть ничего сверх сложного в использовании этой операционной системы которая идет встроена в данные ноутбуки ничего странного в этом нет с точки зрения установки программного обеспечения там все тоже достаточно просто мне честно говоря этот ноутбук нравится но есть конечно же с к нему определенные претензии с точки зрения технического обслуживания но это к сожалению претензия не только к этому ноутбуку но и в целом ко всей индустрии давайте приведем несколько примеров я сейчас его все-таки выключу и покажу что полно мою точно с моей точке зрения не совсем удобно и не совсем грамотно реализовано в данных ноутбука естественно много всего здесь было изменено в угоду легкости до ноутбук весит всего лишь чтобы вы понимали вот этот ноутбук весит 1 и 7 килограммов то есть это довольно мало что касаемо того как он нагревается вот мы сейчас пока снимали обзор но я не могу ничего такого ощутить мы принципе нагрузок никаких не давали но если взять высоко шумящий ноутбук который стоит немножечко под подали этот ноутбук практически не греется немножечко мы можем увидеть все-таки с нашу структуру если мы посмотрим под рамку давайте сейчас наверно все-таки включу подсветку на камере как должно быть виднее вот у нас здесь не распаян вот виден видно даже защелка разъема ddr4 под ней еще находится распаянная тут по сути распаянная планка на 8 гигабайт то есть у нас 8 плюс 8 16 гигабайт по соседству у нас находится непосредственно процессор который система охлаждения которого идет через низ на непосредственно радиатор с этой стороны у нас находится вай фай чипсет с позиции охлаждения органов и оперативной памяти но к сожалению тут вот так вот решили то есть оперативная память здесь стоит без радиатора и может немножечко нагреваться привет нашему любимому браузеру google chrome здесь у нас снизу находится два динамика звучат они очень прекрасно даже несмотря на то что они находятся смотрят вниз то есть никаких существенных недостатков при прослушивании музыкальных файлов я не обнаружил но это я в принципе приведу к такие вот примеры здесь у нас этот я ноутбук я могу назвать ноутбуком для левшей потому что у нас здесь все основные органы все основные порты находятся на правой стороне что не совсем удобно потому что обычно мы с правой стороны пользуемся мышкой и эти все порты можно легко не зацепить у меня был такой ноутбук это леново трехтысячные серии еще старые 100 старого поколения и там на меня как раз находились все порты не просто вот здесь там где ну в принципе зацепить здесь тоже можно но они мне находились на передней грамме здесь этого естественно не размещено потому что здесь под кожухом находится батареи а тут все высокоскоростные порты расположены почему-то на правой стороне если мы посмотрим на левую сторону то тут у нас охлаждение и порт usb для мышки usb 2.0 все то есть спрашивается почему инженеры не решились здесь использовать дополнительное пространство на грани но это уже второй вопрос в других моделях его бук 15 здесь еще расположен порт для micro sd зачем он нужен он нужен в первую очередь для тех кто занимается массовой фотографией довольно удобно сбрасывать фотографии не через современные новомодные решения вроде mtp протокола а просто вытащить карточку и ставить ее сюда у этого решения есть свои достоинства и есть свои недостатки первый основной наверное недостаток это то что довольно часто вот эти кардридеры выходят из строя и в первую очередь защелки и прочее прочее с точки зрения данного ноутбука довольно неприятным фактом является утончение за счет использования распаянного на материнской плате процессора почему это не совсем хорошо потому что сервисное обслуживание в разы усложняется то есть в любом случае хочешь не хочешь если тебе нужно что-то сделать с процессором тебе надо копать всю материнскую плату то есть без паяльной станции без инфракрасной станции тебе этот ноутбук отремонтировать будет тяжелее соответственно стоимость ремонта таких ноутбуков естественно выше надо понимать что каждую каждый миллиметр толщины ноутбука конце концов приходится жертвовать чем-то и в таком случае зачастую жертвуют дальнейшим сервисом данный ноутбук имеет гарантийный срок всего лишь 12 месяцев но есть одна небольшая оговорка которая описана в дополнительных документах так если у вас может быть срок годность срок гарантийный срок может быть 12 месяцев но не более 18 месяцев с даты производства которая отображена на нижней грани это тоже кстати честно говоря немножечко странно и еще есть ограничение на батарею у нее срок годности всего лишь год то есть эти ноутбуки с позиции гарантийного обслуживания довольно коротко же имеют довольно короткую жизнь но как показывает практика не авторизованный сервис многое что решает многие ноутбуки которые которым заявлено всего лишь может полгода год при довольно качественном производстве могут прожить и 5 и 10 лет и надеюсь что этот ноутбук также будет долго служить своему хозяину здесь у нас у всей линейки asus vivobook используется матовый пластик к сожалению он оставляет прекрасно следы но здесь нет никаких ребристых поверхностей кроме боковых граней где немножечко такая шероховатость есть но на основном цвете ноутбука это не так сильно отражается хотя при этом при всем этого ноутбука при себе должна быть тряпочка чтобы это все хорошо красиво выглядит как видите вот за время обзора некоторые следы уже остались то есть просто так жирными руками его не поддержишь в отличие от многих его предшественников сам ноутбук довольно неплохо стоит на трех резиновых ножках одна есть сзади она прямая вот такая вот и две коротенькие все весь ноутбук собран по сути из нет никаких особенностей особенных сервисных люков здесь по сути вся нижняя панель это и есть элемент разборки разве раскрутили винты естественно нарушив пломбу которая где-то здесь потаенным способом запрятана скинули заднюю панель и дальше мы имеем собственно доступ доступ к памяти она скорее всего расположена здесь и то есть именно постоянной память и к оперативной памяти которая расположена в единственном слоте вот такой вот собственно ноутбук честно говоря я не могу сказать что вот прям это объект для критики натуральной величины но у него есть определенные недостатки которые здорово компенсируются его достоинствами в первую очередь надо вспоминать что это бюджетный ноутбук есть модели которые стоят гораздо больше но не мы понимаем что в днишнее тяжелое время не все могут их себе позволить уже после съемки ролика я пришел к одному интересному выводу по всем традициям линукс дистрибутивов у нас здесь не оказалось драйверов на медиатековский вайфай линоксоводы скажут конечно что вот это вот во все ваш медиатек а я скажу что это реальный факап что ноутбук у которого нет сетевого разъема классического проводного еще и него еще и на нем невозможно воспользоваться вайфаем то есть можно использовать только usb модем подключение по bluetooth но не дно короче ребятки сейчас половина первого ночи и все-таки осилил эту операционную систему вернее отсутствие сетевого доступа через нее все банально просто нужно по облаку любым доступным образом подключиться к сети самый простой вариант это подключить телефон через usb и включить режим usb модема уже с телефона подключиться к вайфай накатываем четвертую версию нгс с потом буквально сразу он предложит установить пятую на пятой версии у вас уже стоит ядро линукса 515 с которого начинает работать сетевой интерфейс единственный вайфай который тут есть если у вас есть юсб донгл на допустим либо на мобильный интернет но это конечно не очень выгодно либо юсб донгл на ethernet лучше воспользоваться им так будет гораздо быстрее главное чтобы он поддерживался в этой операционной системе она здесь не останется я скорее всего сюда поставлю 11 винду но честно говоря экспириенс довольно интересный я скорее всего поищу способ как это все-таки сделать как качестве live дистрибутива потому что все довольно просто довольно удобно ну вот единственное не исключение есть некоторые недостатки в программном обеспечении в отношении компании mediatek я с ней сталкивался раньше на мобильных телефонах lenovo например но не могу сказать что что-то это совсем неприятное или нехорошее за время тестирования ноутбу полностью за разрядился зарядился никаких претензий к сетевому подключению я тоже не имею сейчас у вас на экране просто играет лохи герл за то что им огромное спасибо что они делают такие прекрасные стримы также хочется сказать что ноутбук раскладывается на все 180 градусов но есть один небольшой недостаток клавиатура при этом приподнимается и работать так естественно неудобно разве что если у вас ноутбук где-то на коленях вы лежите но честно говоря в этом решении довольно много спорных замечаний и идей отдельно на этом ноутбуке я упомянул камеру здесь я нахожусь в особо хороших освещенных условиях и вот такое вот качество съемки естественно есть я немножко по пользу успел пользоваться этим ноутбуком и могу сказать некоторые особенности во первых было бы неплохо сразу же к нему взять и купить какой-нибудь чехол или рюкзак к сожалению ноутбук довольно неплохо пачкается и это его один один из его недостатков первую очередь это касается верхней панели отмывал я наверное его не нужен уже за то только за то время когда его использовал наверное пару раз мне пришлось протереть его тряпкой сам же экран на улице довольно неплохо справляется я честно говоря сталкивался в основном с более худшим результатом хотя у меня здесь сейчас яркость выкручена даже не на максимум так принципе мое заключение поэтому ноутбуку довольно простое на свой ценник он довольно неплохо да здесь он конечно не берет звезд с неба здесь понятное дело что но это при этом при всем не самая средняковая офисная машина это довольно таки такой неплохой хоть и офисный аппарат но он может дать жару у него есть перспектива на этом я пожалуй с вами распрощаюсь всем спасибо всем пока